Когда мы смотрели ситуацию, в принципе, две девочки чем-то похожи. Очень много, чтобы самому девочку чуть видать. Давайте, что мы сделаем? Давайте мы посмотрим. Вот, стояние лопаты, да? На одном уровне. Мы сейчас не будем говорить с ним о деформации, о деформации. Чисто функционально не решать. Значит, здесь на одном уровне. Ну, иногда лучше перепроверить. И если здесь на одном уровне, то, значит, ягодичные складочки на одном уровне, и они одинаковые. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Значит, угребатель спины напряжен побольше. Давайте посмотрим. Здесь, спина ляка антерия. Таз наклонён вперёд. Значит, начинка. Вот. Ну, а всё остальное вы уже видели. Вот это просто те критерии, которые мы сейчас могли бы ещё немножко подойдём и ассоциировать, а потом немножко поработать. Я думаю, что здесь... Ну, давайте посмотрим. Здесь спина ляка постели на одном уровне. Лопаточки, правда, изменились, да? Вот здесь приподнялась лопатка справа. Ягодичные складочки опущены справа немножко. И что-то немножко изменилось. Ну, скажем так, и сейчас мы наклонимся. Наклонимся вперёд. Руками пол достаньте. И блокировано правое кроссовое поддушное решение. Ну, мы сейчас ещё посмотрим. Но, скажем, когда на практике мы работаем, то если блокировано кроссовое поддушное, мы с этого начинаем. У всех по-разному. Вот. Ну, так же. Можно. Так. Направлю буквы. Вот. И мы продублируем работу вначале суставной техникой, а потом мышечной техникой. Вот. Посмотрим. Я хочу вам просто показать, что, допустим, если мы блокаду устраним, кроссовое поддушное осуществление, а мышцы отражают очень, именно, то есть отсутствие баланс между поддушными мышцами, то этот баланс может практически не измениться. Вот, как мне это показывает. И требует работы отдельной совершенно с этими мышцами для того, чтобы стабилизировать. Покажите. Вот. Всё? На живот. На живот. На живот. На живот. На живот. Скажем, здесь мы стали использовать, чтобы не кантовать, фиксионный тест, но смотрите, мы по межплостной промежутке посмотрели, здесь вот на трёх уровнях есть напряжение, и здесь на этом уровне есть напряжение. И это блокированные сегменты, можно по-разному с ними работать, но давайте мы их пустим. Традиционно, чтобы межплостной промежутке. И поскольку здесь некий баланс тоже выявили, когда всё разгибательная спина верно напряжён, в поясничном отделе мы с ним поработаем. Это метафосциальная техника, это техника поперечного противнику Карла Гоновича об этой технике говорит, потому что она проста и эффективна. В общем, после этого, посмотрите, мы сделали эту технику. Обе слова, да? Да, напряжение с двух сторон. После того, как вы провели эту технику, очень полезно, «Пробуй, теперь, мы сейчас всё для покажу». «Хороша». Балансирование, в той модификации, которую мы делаем, выполняется следующее. Поднимаем голову. Выше. Держим. И раз. И расслабляем. И еще раз. И расслабляем. И еще раз. И расслабляем. И расслабляем. И расслабляем. И расслабляем. И расслабляем. На самом деле. Надо ли ее снимать. И мнение по этому поводу расходится. И расслабляем. И расслабляем. И расслабляем. И расслабляем. А им нужно помочь. И потому, скажем, если есть какую-то дистанцию выявили, с ней нужно работать. И тогда будет все нормально. И расслабляем. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь больно? А здесь? Значит, герой должна быть поперечной, если что-нибудь не менять, да? Держим мобилизацию. Вы видите, мы делаем осторожно. Так, первым мы перейдем, как мы говорили, да, что таз наклонен вперед, что справа окущена ягодичная складка. Это признак чего? Это признак того, что ее антагонист находится в состоянии более выраженного напряжения, чем слева. И это какое мышце я говорю? Или абсурд. Да, при слишком прозвучном обществе. Ну, здесь, в это положение manual 2, это такое стандартное положение, с которым работаю. Мы сейчас в этом положении. Но мне хочется сказать, можно ли работать просто на толсткость? Почему? Почему разницы никакой? Потому что для организма совершенно все, для скелета все равно совершенно все. То ли вы будете натягивать систему за счет опускания одной ноги, да? То ли вы натянете систему за счет того, что вы прижмите колено. Совершенно одно и то же движение. Поэтому мы можем вывоить и так, и так. Но если показывать наиболее показательные вещи, конечно, с положением manual 2. У меня узкие брюки, но мы не будем вдаваться таких тонкостей. Режми колено к животу. И что мы видим? Да, поднимаемся. Да? То есть я был прав. И здесь мы слегка поднимаем сейчас правую ногу. Дальше. И раз, два. И еще. И раз, два. И еще. И раз, два. То есть мы работаем в пределах упругости съедочного аппарата. Поэтому нужно соотносить то давление, которое мы оказываем, с тем, насколько крепкие связки в прежнем. А здесь то же самое. Поднимаем. И раз, прижателем. Поднимаем. И раз, прижателем. Поднимаем. И раз, прижателем. Ну, вы видите, да? Ну, давайте посмотрим, как таз реагировал. Ну, у нас какая была проблема? Стало блокад. Да. КПСС уже никакой блокадной проблемы не было. Ну, давайте посмотрим. Ниже. Ниже. Ну, на одном уровне. Ягодичные складочки. На одном уровне. Наши мышцы стали мягче. Разгибательственные. Знаешь, здесь асимметрия уменьшилась, да? Помните, мы смотрели без опора, да? Все мы смотрели без стиля. Вот. Вот. И, ну, это как бы большими мазками, вот так. Но, в общем-то, вот видите, есть вещи, которые достаточно сделали, да? Чтобы сразу лучше состояние опорное действие на аппарат. Ну, и в этом случае мы всегда с шейным наденом, конечно, работаем. Хорошо. Садитесь. Садитесь. Да? И помните, не грудной, то есть скальоз, но волна на шейный наденок, потому что какая-то ситуация... Ну и вот традиционно лестничная мышца, она имеет три головки, две они фиксируются на первом ремле, а одна она на втором ремле, и нужно отдельно с ней работать, потому что если она не поработает, она потащит все в исходное состояние. Ну вот, так, сейчас мы попробуем посмотреть флексионный тест здесь, наклонить голову, выпрямить, наклонить. Ниже, ниже, выход, наклонить, наклонить, здесь сейчас нет, встань, и подвигайся, подвигайся, о своих ощущениях расскажи. А что легче? Ну вот эти вот мышцы. То есть мышцы расслабились, она еще... А еще что легче стало? Ну, шея легче. Шея легче. А вот очков. И здесь легче. Да? Ну, мы еще сейчас... Давайте мы посмотрим, поскольку лежа, мы сейчас засмотрели, может, как она наклонится в правое время, давайте в правое время. Время. На одном уровне. Вот, скажем так, основные функциональные нарушения мы устранили. И вот я... Я всегда говорю о том, что, знаете, дорога в ад, она высована благими намерениями. Знаете, если вы получили эффект на процессе, остановитесь. Дайте организму осознать, что он должен сделать, да? Потому что, если вы ему не дадите осознать, он начнет сопротивляться вообще всячески. Можно лиц? Я видел, как она сидела, я просто обратил внимание, если на сиденье вы видели, да? Она там совсем откинулась на спинку и уже легла на этом сиденье, да? Так что вот такая штука для нее очень важна. Почему? Потому что она совершенно дисциплинирует осанту. И вот мы сейчас попросили... Нет, нет, не сюда, не сюда. Садитесь. Садитесь, да? Сядьте. Ну, попробуйте немножко посидеть. И, скажем, расскажите нам о той разнице в ощущении, какая была между тем, что вы сидели там, и между тем, что вы сидите здесь. Ну, да, я обратила внимание, что она довольно удобная. Ну, в чем разница? Ну, спина ровно держится. Спина стоит. А хочется вам откинуться там вот назад? Нет. Не хочется. То есть спина, она не устает вот на этом сиденье. Вот в чем преимущество. И для людей, у которых проблема со спиной, такое сиденье функциональное. Оно не позволяет... Оно регулируется по высоте, оно позволяет, после этого, сохранить работоспособность на большой период времени. Какие-то вопросы ко мне нет? Здравствуйте. Ну, у нас есть пациентка, то, что мы хотели время, чтобы прошло, посмотрели. Ага. Да. Ну, давайте. Ну, первая эмоциональная реакция спала. Давайте посмотрим. А теперь заведите. Помогите себе, дорогой, лучше. Ну, то есть и здесь есть уложительный динамик. Вопрос. Сейчас спонтанная боль есть? То есть вот вы сидели, болело? Да, но мы не болели. Ныло. Но это была та боль, которая... Нет, но та боль, которая... Движение... Да. Нет, такое... Да, конечно. Ну, то есть, конечно, когда мы работаем, да, с мышцами. Какая-то следовая реакция может остаться на некоторое время, но самое главное, что та боль, которую переживала пациентка, да, она ушла. Вообще, синдром замороженного печати – это одна из важнейших проблем, с которой вообще непонятно что делать было давно, и, в общем-то, это было предметом исследований. В нашем институте была работа докторская по лечению плечо-заплаточной периоратологии. Там в совокупности, значит, использовались больного фактора и использовались аппаратная физиотерапия. В среде аппаратной физиотерапии использовался ультразвук, импульсные токи, но как бы наиболее эффективно оказывалось, что применение ультрафонофореза, донгоэрона, или нанофильная, и электрофореза, импульсными токами, СНТ, тоже донгоэрона или нанофильная. Оказывается, они, оказывается, ускоряют этот процесс и, в общем-то, более стабильные результаты. А из больного терапии были использованы радоновые ванны. И радоновые ванны, увеличение данной патологии, они, ну, скажем так, вот, среди физиотерапевтов и больного логов, они занимают почетное место, пылевые, медитативные проявления, они оккупируются великолепно радоновыми ваннами. Есть еще, правда, одна методика, радоновые ванны, она менее известна, но тоже с хорошим результатом. И есть еще одна методика, значит, использование сухих радоновых ванн, не водных, а сухих, значит, она тоже эффективная и во определенных обстоятельствах в лечебных учреждениях можно организовать. Вот из физиотерапии дополнительной физиотерапии. Пяти-то вопросы. А сухие, сухие, сухие радоновые ванны? Сухие радоновые. Сухие радоновые. Как углубить свои сухие. Да, они камера, да, все это делают. Там единственное, в чем сложность, в том, что, во-первых, должна быть, в городе должна быть радоновая лаборатория, чтобы готовить радоновые. А второе, в лечебном учреждении должно быть очень хорошо инфицированное помещение, поскольку для больного это не хорошо, а для персонала, который работает, это опасно. Вот, это опасно. Как забыли, у пациента с лечилопаточным стереотипом, по-моему, в заключении 0-лет, прозвучало тракционные признаки тракционной нейропатии подмышечного нервы. Помимо мануальных методик... Демиумизация. Вы должны понять, за счет чего происходит демиумизация. Компрессия. Да. Ишемическая компрессия. Ишемическая компрессия, правильно говоря. Но не в том смысле, что что-то на что-то... Компрессия, там же идет и мышцно-тонические реакции. И когда нервные стволы проходят в каналах соответствующих, да, то там напряженными мышцами создаются компрессии. И там идет, да, доминизирующий процесс, как, понимаем, любой нейропатии. То есть, если говорить о том, что это для нас дает это исследование, то можно сказать так, ну, прогноз. Потому что мы решаем какую-то одну проблему, а в том, чтобы все равно решать другую. Потому что все равно это предмет для комплексного назначения. То есть специфическое какое-то медикаментозное лечение? Конечно, комплекс можно и составить с лекарственными препаратами. При нейропатии обычно мы назначаем на следующих препарат вот такую тройку. Это род гибазол, да, очень хорошо. Да, он обладает, так же как и прозрил, он обладает антихимисперазным действием, да, блокирует антихимисперазным и накапливается количество астилосолина, и увеличивает передачу нервной импуса. А это условия для нормальной меленинизации. Второе, мы используем наутропные препараты в этом же курсе. С какой целью? Чтобы активизировать нейроны, и когда они активизируются, то лучше тоже идет меленинизация в основном. И третье, какой-то препарат, облучшающий микроциркуляцию. Понятно, что мы делаем свое дело, но я еще раз говорю, что одно дело снять архитектурную реакцию. В ряде слушателей она аж и великолепно снимается. В некоторых такие сложности возникают, но здесь уже контрактуры и так далее. Но когда мы болевой синдром, это радикулярный, мы его с ним снимаем, остаются нейропатические проявления, и все равно с ним нужно работать. Потому что сразу же комплекс начинается, и он ведется. И еще есть соображения? А что используется? Если это на то, и для цикрулятных препаратов существует? Да, существует. А вот, пожалуйста, ноутропил, коронцалк, никотин, это витаминовая кислота традиционно используется. Интоксифилей. Да. И этот сейчас мексидол можно использовать. Он все-таки облагает тоже, но вот, он, по-моему, несколько другой, но он тоже для... А витамины нет? По поводу витаминов, ну это правильный вопрос. Вы знаете, я вам скажу, что мы сейчас, мы облинялись со страшной силой, и лечим по этому амбулаторному, ну это и заставляет нас сейчас как советы, лечить их амбулатору. Понимаете? Амбулаторно мы стараемся дать, ну, тот минимальный набор, который просто спасет все это с новым. Но никто не отменял витаминотерапию. Какие-то B12, B6. Ну, нильдамы. А? Нильдамы. Нильдамы. Нильдамы, да. Нильдамы, да. Неплохо. Но можно просто, ну, плевить таблетированные препараты. Вы знаете, мы, мы так думаем, это, может быть, имеет определенное значение, что если эти витамины, значит, надо колоть в одно место, то эффект будет намного лучше, да. А вообще-то по-хорошему организм привык эти витамины получать другим путем. Вот. И это нужно учитывать. Нильдамы. 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 Пожалуйста. То есть можно здесь подбирать, какую задачу Вы перед собой ставите. Каждая ванна имеет свой механизм воздействия. Большой, спасибо. Ну как, все очень подогналите. Не устоят, ничего. Не устоят, но не в такой степени. Забирай стол. Ну вообще-то, можешь перечитывать, походить, да. Хорошо, спасибо. И существует у нас Московское профессиональное объединение, оно, скажем, организовало бюллетень Московского культуры. И ежегодно мы публикуем статьи, ну, скажем, и научные статьи, и практическое удовлетворение, принимаем теннисы на конференции, так что вы можете прислать.